В администрацию пригласили представителей 21 компании, чей суммарный долг перед бюджетом составил около 200 миллионов рублей. Открывая встречу, глава района отметил, что с учетом непростой экономической ситуации, подобные заседания необходимо проводить даже по самой маленькой задолженности. Мы понимаем, что причины могут быть разные, не только халатность, не только нежелание платить, но и, соответственно, всевозможные экономические причины связаны с кризисом, с этими санкциями, которые сейчас против нашей страны применяются. Также с тем, что у нас многие налогоплательщики плохо, прямо скажем, получают информацию и с массовой информацией, и пользуются электронными носителями, которые предоставляет налоговая инспекция. Многим приходится это объяснять, особенно среднему и малому бизнесу, теми, кто плохо оперирует и с гаджетами, и с электронной почтой. И здесь мы готовы эту работу дополнительно в рамках комиссии проводить. Как показывает практика, такие приглашения на комиссию дают положительные результаты. Так, индивидуальный предприниматель Ольга Сидорова перед визитом в администрацию успела зайти в банк и погасить весь имеющийся долг, а это 976 тысяч. Многие компании-должники тоже подсуетились, закрыв часть задолженности. В этот раз на комиссию были приглашены компании «Фаворит Керамика», «Реваль», «Ривьера», «Альфастрой Инвест», «Развитие» и другие. У некоторых отсутствовал полный пакет необходимых документов. А юрист компании «Реваль», суммарный долг которой по земельному налогу составляет 573 тысячи, вообще заявил, что работает на предприятии четвертый день. Андрей Иванов прервал выступление представителя компании и попросил его не тратить время комиссии. Он дал неделю времени на погашение всех долгов. В противном случае пообещал, что судебными приставами будут арестованы счета и имущества компании. Представители пансионата «Звенигород» Союза театральных деятелей Российской Федерации, задолженность которого на сегодняшний день составляет 12 миллионов рублей, попытались убедить комиссию в том, что они не ведут коммерческую деятельность. И даже попросили главу лично разобраться в ситуации. Хочется обратить ваше внимание на значимость нашего учреждения. Там отдыхают и проводятся здравительные мероприятия, творческие мероприятия. Эта здравница не является коммерческим учреждением. И оно не было ни Союза театральных деятелей, ни наши здравницы не были организованы как коммерческое предприятие для реализации прибыли. Андрей Иванов в очередной раз посоветовал предпринимателям планировать свою деятельность так, чтобы не иметь долги перед государством. По его словам, комиссия готова идти навстречу компаниям и оказывать необходимую помощь, но только в том случае, когда за ней обращаются своевременно и не доводят до крайних мер. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».